сейчас от часу не легче понимаете один разговор подействовал уже люди плаваете в камешах и на пляжах уже не ходят самостоятельно и короткую дорогу до пляжа нашлась понимаете и все и все получается и воду подносит если надо можно попросить для кого-то уже разговор один подействовал теперь они друг друга уже не не выносят 1 прединфарктное состояние другой сахар высоченный сейчас я буду звонить санаторий что просилить если на то пошло и люди живут одевать нормально не надо что-то цвета там гигнула шут и шопа матом поэтому этим отдельно будет лучше это может действительно лучше отдельно до существовать в том санатории уже я честно я сам уже не рад что отправим в санаторий двух лучших подруг ну тхай расселят и сейчас я позвоню в отделение туда в корпус да у меня конечно мозг закипел уже то она то жалуется то на то уже все уже скорее друг друга сдают сейчас и тут спустятся на землю понимаете их скажут что сейчас нас расселяем то будут вас другие соседи то сразу друг за друга схватятся понимаете люди ценят когда теряем но увидите приходится так бывает такое что мудрые люди не могут ну мы слышали тоже ездили поездки во францию первое время это было ужасно мы ругались жутчайшим образом а потом смирились и приняли друг друга как есть и уже не ругались ну тут надо тоже знаете помочь обрести друг друга на этом темном небоскоре здравствуйте меня зовут самого дамян я сыну татьяны дамян которого 115 номере прибывает с подругой светланы вот у меня такое к вам просьба вы не смогли их расселить потому что у одной уже прединфарктное состояние у другой высоченный сахар 115 да вот такое такая просьба чтобы вы меня поняли то что я хочу подойдите к ним или кто этим может но корпус там где совмещенный со столовой ну смотрите у них оплачен оплачено заказ ну за одного человека по 1100 там сутки по моему да за двух человеку две с чем-то тысячи в сутки они платят расселить в другим людям кто приезжает один кто приезжает там ну хорошо хорошо по фамилии вы найти можете в каком номере адамян адамян и светлана семенова они в одном номере это на четвертом этаже до ноты дело в том что там им советовали вот это четвертый этаж они потом отказались на первом этаже и ход поселили на 115 может быть компьютере они вас не до их переселили им давали вот это 401 просто поймите то что они сами не придут не скажут то есть одно прединфарктное состояние в другой сахар высоченный они друг на друга жалуются просто такой вариант что может быть кто-то подойдет и скажет вот уважаемые поступило как бы пожелание вас расселить или вы доживаете нормально вдвоем или завтра утром и вас расселяем я думаю что не успешно согласятся остаться вдвоем и перестанут выносить друг другу ну это ее фамилия да 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 это вот да вы наберите или скажите что позвонил сын он узнал что вы друг друга тут уже довели до инфаркта до высоченного сахара было значит растерями поселим с другими соседями вот и чтоб они до утра подумали стоит ли это делать если они скажут да то тогда пожалуйста растереть их в любые комнаты на любые этажи пусть живут друг от друга отдельно чтобы они там просто не выгнете пожалуйста подселяйте естественно естественно всего хорошего вам спасибо вам да до свидания вот так это делается на что это такое я должна тут думать переживать что одно инфаркт другой в кому диабетическую упадет мне тоже не надо нервотрепка я быстро решаю комедия уже же дорога нашлась до хорошая до пляжа уже все хорошо они друг друга уже бесит а двери не закрыла там ушла там это то по телефону то то было им жарко то теперь вентиляторы мешата короче вентилятор им принесли видео посмотрели санатория на следующий день перенесли вентилятор я не звонил ничего не ручиться позвонил санаторий при вас сейчас мама звонила сейчас перезвоню наберет и нашим позвонили уже сказали что будут растереть надо позвонить название марина говорил и вот это же мать позвонила я звоню матери она не берет трубку а сейчас звоню марине марина уже разговаривает разговаривает с мамой же мама позвонила туда вот мама видишь ты поняла что поговорку что не лошади надо сена то есть не сену надо лошадь а лошади надо сена и себе поговорка что значит что ли марине звонишь сразу мама мандяка по телефону марина эдик там рассказываешь о мама не хотела что-то марина заставила вместе с амбелом и и так туда запихнули в санаторий офигеть знаете в тюрьму запихнули человека просто народ не закрывался в этом санатории марина алло да марин алло шо там происходит у вас ну я как ничего а чё эти уже прединфарктное состояние в тебе сахар 17 ну так вы друг друга доводите или шо вы друг друга раздражаете вы друг друга бесит или шо вы делаете чтоб чё так происходит мама а сахара чего такой мам но кто знал вот почему ты почему почему ты взяла картошку ела у этой раздатчицы почему ты просишь картошку хорошо тебе дали капусту зачем ты просила картошку да ну не сегодня вчера че когда ты ела вот цвета только что сказала ты взяла картошку попросила у раздать зачем зачем мама в общем в общем я ничего не знаю я позвонил санаторий мне не надо чтобы гигнула ты или тетя света там понимаешь друг от друга поэтому у вас есть вариант вы поговорите между собой если вы друг друга бесите если вам друг другом тяжело значит вы или расходитесь как абсолютно посторонним людям или вы я вам говорю у вас так и варих как хотите ну так 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 продал от перебалак это или вы заканчиваете или вы заканчиваете свое пребывание разъезжаетесь потому что я на громкой связи я тебе повторяю еще раз или вы или вы остаетесь или вы разъезжаетесь или вы расходитесь разные номера это зависит только от вас как вы проведете свое время понятно сахар 17 отчего ну покушали только может за то что и поели я не знаю утром я тебе скажу не утром я сейчас тебе скажу значит сегодня у нас 7 9 3 раза а 10 до ней на прием она знаешь что сказала каже вы перекусите дома кажу иногда трошки ему а шо вы ездите кажу ему мы помидор огурчик кефирчик что дают она каже позже полдевятого ничего не надо есть на ночь а утром каже можете утром каже мама я не знаю что ты что ты там делаешь или шо вы там делаете или шо там происходит что у вас то такая билиберда между двумя понимаешь или вы разговариваете нормально или вы разъезжаетесь или вы бросаете вообще нахер этот санаторий вот нет есть новое почему-то эдику говоришь что тебя марина туда засунула против своей воли в этот санаторий но эдик так эдик так кажем своих видео эдик кажем своих видео так что ты туда не хотела марина так я тоже чу его ролик а він откуда это знает и откуда это знает и откуда это знает а теперь уже мама уже ты уже ты получается нашлай короткий путь до пляжа да я книга а теперь ты же переходишь по короткому пути на пляж уже тетя свете не надо уже тетя свете да уже тетя свете не надо море уже там и в камышах плавает и уже и нормально стало да я ты всех всем людям нормальным вы друг друга мама стоит а я все понял что вы друг друга стоит а ну ты дику если кажешь одни то так скажи уже понимаешь так этот мир город лучший санаторий по диабету а ты куда хотела поехать в 5 звезд в египет или куда это по диабету так ты не хотела оказывается а чё ж ты ехала ну так а шо ну думай попробуй может и не погас я ж не требовала нет ты не требовала я тебе ты мне казала что от санаторий бы поехать в санаторий бы я тебе сказал что в санаторий я купил вам путевки в санаторий и шо и шо не так и получается ты не хотите получается это марина засунула через силу так эдик каже я кей-то бред понимаешь ну вот видишь как просто як просто поехать в центр як просто поехать на рынок вызвали такси вот а чего вы истерики чего вы устраивали истерики на весь мир шо вам там плохо шо вам далеко шо вы не выносима там мама если если тебе там сахар 17 значит собирай свои манатки едь домой если тебе сахар будет завтра если ты понимаешь что каждый раз когда в тебе высокий сахар тебе атрофируются клетки головного мозга сосудов безвозвратно безвозвратно ты мне дебилка не надо понимаешь но так надо не допускать высокий сахар или вы нервы или вы психуете друг на друга или вы же это что-то не то у одной инфаркт уже чуть ли не это в другой кома что за бред или вас расселят завтра или вы что-то или вы по-человечески будете жить друг друга уважать или вас расселят завтра или вы разъедете просто в разные стороны вот вам три варианта выбирайте ладно а то эдик эдик не мама не хотела ее так туда засунули и все как туда засунули я тебе шо не предлагал я тебе не предлагал по их подожди ну так получается так вы там мучаетесь что одна что друга в одной сердце в одной сердце печи в другой сахар под 20 24 получается что вас насильно там держат получается что вас насильно против вашей воли в ущерб вашему здоровью вас там держат получается так вот разберемся разберемся то за 7 дней можно сдохнуть и 1 и 2 такими темпами не сдохнем я тебе шо не предлагал били бей ехать я тебе предлагал поить били бей на три месяца там маму не пускаю маму не пускаю сам в били бей едь мама хоть на пмж и шо и шо и ноги, если обходить куда-то, на здоровье ноги. Все это два раза муталось, брало для меня через мост. А я сегодня поехала, таксист повез, скажет, на что той мост надо. Раз, полкинив туда и назад, и подождал меня в аптеке. И что, это проблема? И что лучше было? Если у нас есть, и нахер ходить пешки. Ну так, мама, так и надо соображать, голову включать. Сообразила, чем? И книжки принесут. И то вам плохо, библиотеки нема. То нема. Я была в центре, я не попросила водителя. Я была подъехать до киоска, там, где автобуджал. Может, там и киоски есть, я бы купила. Вот мама, бачишь, вы как что, как вы вдвоем, как вы вдвоем сидели, Марину слухали, ухмылялись, а я так, так вы Марине наяриваете, каждая по отдельности, понимаешь? Вот тебе и разгадка по словице, что не сену нужна лошадь, а лошади надо сена. Понимаешь? Вот тебе и разгадка. Своей пословицы. Как так вы с Марией ухмылялись, а как так вы друг и вместе смеялись, а как так вы названиюете, каждая по отдельности Марине, и жалуетесь друг на друга. Вот вам сено для лошади. Понятно? Чертешо. Все, давайте. Думайте дальше, давай. И меряй сахар. Надо доеды мерить. После еды она меряла. Нет, ну, а так и так. Вот когда буду сдувать три раза через день. У тебя глюкометр есть, ты возьми, померяй сахар. Есть, есть. Я меряла недавно. Давай, все. Вот и еды. Я не меряла, мне есть. И меньше там орить друг на друга. Меньше орить. Потому что я завтра позвоню вас, оттуда не рассерять, а просто скажите, уезжайте. Я скажу, что вызывайте им такси и развозите их по разным городам. Все, давай. Давай, пока. Алло, алло, мам, привет. Алло, алло, привет. Привет, Сололка. Ну, шо вы там решили, мам? Ничего, нормально. Пусть вы служила, все хорошо. Идем гулять. То есть вы не разъезжаете, не уезжаете? Нет, у меня выше, да. Все разъезжаемся. А, Сололка, я тебе сейчас хочу сказать. До встречи, тут у меня мужчина уже раза три. Встречаю один и той же самый. Гравится, как это, как ты спеваешь, там все на что сказать. А люди сегодня встречают, мне говорят, уже все, сын почипал, сказал, мамы дома нема, почипал, уже навязки. Ну, вижу, смех нам, потому что вот там у них не было. Ще поменял, он сказал, не почипал, а поменял. А я говорю, я поменял. У него, каже, не хребу, у его целого квартира, каже, целого вставляя, цена одежда, уговорила на другом в Польше. Ага. А, 100 тысяч, каже, мне и разлонил, я ему казала, самое, каже, не спеши, это занавеска, это ты, каже, электрокраборы хорошие взял, хорошие фирмы. А занавеска на реке, каже, тряпка. Че вылиняли, че курт зачепли, че цвет поменяется, не захочешь таки. 100 тысяч, с ума сойти. О, на три. А третя кухня ты имеешь? Да, да. Так а что, они все одинаковые будут? Разные все, мам. Разные, проекция, молодец. Сыня будет там, где ты спешишь, или нет? Да, да. Мам, 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 давайте мы не будем обсуждать сейчас по телефону. Я тебя очень, я тебя очень прошу, меньше смотри YouTube, меньше бандяка, мам, мама, послушай, меньше смотри YouTube, я тебя прошу, вот там в санатории, меньше бандяка и по телефону, ни с кем, убавь, мам, я тебя прошу, убавь все разговоры про YouTube, про комментарии, я не знаю с кем, ты может и с Надей говоришь, может, мам, мам, мама, послушай меня, по телефону не говори и меньше смотри YouTube, отдыхай и проконтролируй сахар, и поконтролируй сахар, друг с другом дружите, понимаешь, потому что, или разъезжайтесь, ну, чтобы вы себя не довели обе до предсмертного состояния, здоровье важнее, чем путевка, мне на эти деньги насрать, мне все равно они потрачены, что вы чего и добудете, там, чего и не добудете, поэтому мне все равно абсолютно, выйти, куда надо ехать, берите такси, вместе едьте, в аптеку, на такси, у меня закончился, без супруга, я пошла в администрацию, а люди еще как у вас, мам, мам, все, давайте по третьему кругу, я не буду объяснять, все, отдыхайте, все, мам, мам, все, тихо, тихо, успокаивайся, выдохни, сиди спокойно, давай, уже все хорошо, не надо на землю спускать с небес, я так спал хорошо на игре, выхер и всяк, как кот, ну, за шторы, ребята, ну, конечно, дороговато, ну, понимаете, есть же каталоги, есть же все эти цены, понимаете, понятно, что по пути к, от производителя к потребителю целая цепочка, целый ланцюг живления, я не знаю, как на русском сказать, цепочка питания, или как, вот у нас был ланцюг живления, знаете, когда амебу седает какая-то другая бактерия, тут другую седает мыша, мышу седает крыса, крысу седает там, енот, енота съедает лиса, лису съедает медведь, волк, а потом только в конце можно волков там или кость убыть человек, вот это ланцюг живления, то есть на пути от производителя к потребителю, то есть ко мне или к вам, да, вот вы купили в магазин, цело вот это ланцюг живления, все хотят жрать, и всех это надо накормить, понимаете, мы, кстати, сегодня слово разговаривали, как интересно, здесь магазин, где продаются, короче, ткани, там по, ну, платье, по 5, по 7, по 8 тысяч гривен, а ткань на эти платья этот магазин покупают по 1,5 евро, понимаете, и это не значит, что, ого, как они заработали на этом платье, аренда, свет, зарплаты, водителям, швеям, хереям, вот этот ланцюг живления кормим мы, вот этих всех, понимаете, конечно, безусловно, можно найти шторы дешевле, конечно, не того качества, никто тебе не продаст такие шторы на озерке по такой, по цене по 100 гривен за квадратный метр, никто не продаст, за погонный метр, никто тебе не продаст на озерке или в другом месте, то есть, каталог есть каталог, мне написали зрители, которые занимаются шторами, тоже, зрители, это самое, да, действительно, это дорогие шторы, это дорогой каталог, дорогая линейка, конечно, можно найти дешевле, но не такой, ну, то есть, да, это дороговато, я с вами согласен, что, я же говорю, хай, ланцюг живления, питается, хай, дядь, что делать, сам езж, дай другому, обязательно, если никто не будет покупать, ну, что он делает, закроется ланцюг живления, меня не будет, кого съесть, понимаете, а так, на месте, кого съесть, с lekами, дай другу, если нет, здесь не будет, дай друг, не ущедр線, акcomes,